Могилёвская школьница стала студенткой уникальной в своём роде Российской Академии интеллектуальной собственности. Пропуском студенчества стала Международная Олимпиада соответствующего профиля. Победе предшествовали два года упорной работы. С идеей, которая впечатлила конкурсная жюри и помогла Анне Тереховой обойти сильнейших конкурентов из СНГ, познакомились здесь асфальта. Объясни, Аня, как? Если у коробки чая, липтон, есть жёлтый ярлычок, который помогает открыть коробку и срывать, значит, это хороший продукт, лицензионный, всё нормально. А если такого ярлычка нет, значит, это контрафакт. Интеллектуальная собственность касается каждого. С такой идеей Анна Тереховой подошла к созданию презентационного проекта. Вооружившись свежим взглядом и глубиной мысли научного руководителя Владимира Ермилина, этому тандему удалось вывести могилёвскую инновационную мысль на небывалый доселе уровень. Я использовала метод моделирования, то есть создала модель бизнеса. Я взяла за основу рецепт, семейный секрет, рецепт приготовления плова и открыла ресторан. Я писала этот процесс. Как выбираю товарный знак, как регистрирую этот товарный знак, как охраняю ноу-хау, ввожу режим коммерческой тайны и какой результат получаю. Какой результат? Положительный. Но, как говорится, не пловом единым. Безопасность интеллектуальной собственности, то есть всех новых идей, касается и нас с вами. Вам же так же, как журналисту, ваши всякие репортажи и прочее, это же тоже интеллектуальная собственность. Её тоже нужно охранять грамотно. Как её нужно грамотно охранять? Так, ну я же ещё не учусь в этой академии, поэтому я вам расскажу это через 4 года более подробно. К слову, проект Анна презентовала и на русском, и на английском. За это и удостоилась от жюри дополнительной награды. Правильное применение таланта, правильное применение своего потенциала, своих творческих способностей, вот в чём это основа или специфика, она даёт возможность человеку реализовать себя и морально, и материально. Ну, наверное, самый яркий пример Билл Гейтс, который нашёл себя вот в этой вот сфере и, в принципе, показал всему миру, когда ты знаешь, когда ты творишь, ты получаешь и моральное, и материальное удовлетворение от своей деятельности. В учёбе знания иностранного Ане ещё пригодится. Тем более, что отрасль – это перспективное и нацелено на международное сотрудничество. Она является основой развития инноваций, инновационных процессов. Инновация – это нововведение. Без этих нововведений любая экономика стоит на месте. И вот если посмотреть на степень изобретательской активности, то лидеры. Лидеры Японии, лидеры Кореи, лидеры Финляндии. И самое, что интересное, в тройку лидеров вышел Китай. Та страна, которая рассматривалась как источник контрафакта на сегодняшний день, она в числе ведущих государств по развитию интеллектуальной собственности. Выпуск Российской Академии как лимитированное издание. 90 человек. Именно это и гарантирует студентам последующее трудоустройство. В принципе, рабочих мест очень много, и трудоустройство у них гарантировано 100%. Дети уже с первого курса начинают работать. Состаются студотряды по 40-50 человек. Их направляют работать на лето в Роспатент, допустим. И уже оформляют трудовую книжку. И то есть за 4 года работы, в принципе, нарабатывается двухлетний стаж. И после Академии можно спокойно устраиваться в какие-то организации. Там тот же Роспатент, ФИПС и прочие какие-то структуры. Впереди у Анны 4 года в уникальном учебном заведении. Обучение в котором оплачивают организаторы Олимпиады. От могилевчанки всего-то и нужно, что учиться. Хотя кто-кто, а эта девушка работать много и качественно привыкла. Продолжение следует...